Здравствуйте! Это информационная программа «День за днем» в студии Рената Булхаиров и мы расскажем о самом важном в жизни Тобольска и региона на этот час. Опасные погодные условия. На улицах Тобольска выпал мокрый снег и образовался первый в этом году гололед. Местами снежные заносы. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей быть предельно осторожными. Обстановка на дорогах остается сложной. До выпадения первого снега наблюдалась высокая аварийность. За неделю на территории Тобольска и Тобольского района зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека погибли и 4 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 2 ребенка. По каждому факту ДТП обстоятельства выясняются. К вершинам успеха! Тобольские спортсмены приступили к занятиям в новом центре гимнастики. Здание площадью 4800 квадратных метров оснащено современным оборудованием и всеми необходимыми спортивными снарядами. Как проходят тренировки в новых условиях узнала Наталья Китова. Саша и Варвара – профессиональные гимнастки. Девочки с ранних лет занимаются этим видом спорта, но выполнить сложные элементы в старом зале школы номер 18 было не только сложно, но и опасно. Страшно делать. И там нету батута в яму, чтобы делать сложные элементы. И брусьев тоже нету в яму. Сейчас заниматься любимым делом стало гораздо приятнее. В новом профессионально оборудованном зале девочки с легкостью выполняют сложные комбинации. Условия, конечно, дают многое. Дети, например, даже не могли сделать обычные двойные сальто. Они пришли в первый раз в этот зал. Во время даже подготовки к открытию начали делать двойные очень яму, то есть смело и легко начали раскручиваться. Центр гимнастики начали возводить в 2021 году в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Учреждение построено в рамках совместной программы правительства Тюменской области, администрации Тобольска и компании «Сибур Тобольс Настоящий». Здесь могут заниматься порядка 1 тысячи табаляков, профессиональные спортсмены и любители. В новом центре появилась поролонная яма, стационар у нас ковер 14 на 14 с рабочей зоной 12 на 12. У нас в городе Тобольске никогда не было рамы с кольцами. У нас они тоже появились, даже не одна, не две, а три штуки. Тут новые снаряды, все новое. Брусья не считаются, как в том зале. Зал очень большой, просторный. А там сложно было заниматься? Там места мало, и все работают, бегают. И надо вот так вот по сторонам всегда смотреть, чтобы не сбили. А здесь? А здесь все. Большой зал. Общая площадь здания почти 5000 квадратных метров. Здесь есть гимнастический зал с местами для зрителей, помещение для занятий хореографией, фитнесом и для школы раннего развития. Проводится набор родителей малышей. То есть могут дети от полутора лет или от полугода с родителем заниматься до трех лет. Естественно с инструктором, чтобы не было никаких травм. То есть и ребенку с родителем комфортнее заниматься. Во время маленьких ЧП, чтобы родители могли и ребенка тоже обслужить. От желающих оздоровиться и провести время с пользой нет отбоя. Свободных мест осталось очень мало. А у профессиональных спортсменов появилась возможность в родных стенах проводить соревнования международного и всероссийского уровня. Сейчас гимнасты готовятся к первым в новом здании состязаниям, которые состоятся уже в декабре. Наталья Китова, Рустам Рузеев, Тобольское время. Храмовый комплекс со звонницей, приходским домом, с воскресной школой, кружками и студиями возводят в Вертышском. В отдаленном микрорайоне Тобольска впервые появится кирпичный храм. Строят его на пожертвования благотворителей и прихожан. С подробностями Ольга Куричко. Поздравляю тебя, Господи Божий мой, якось на минул, якось на минул, якось на минул. Здесь душевно, уютно. То, что когда-то в этом здании был магазин, ничего не напоминает. Почти четверть века верующие, обустраивая храм Святой Блаженной Ксении Петербургской, молятся о строительстве новой святыни. Община прихода выбирала и проект, и место. Дом Божий смотрится как на ладони. С этой стороны река просматривается. Если подняться на эту отметку, на 10 метров, а я уже не говорю о колокольне, то отсюда можно увидеть и Кремль. Строительные работы останавливали только во время пандемии. Теплое лето 2023 года позволило форсировать кирпичную кладку. Стены строители подвели до крыши на 12 метров в высоту. Прохожу к алтарю туда, поворачиваюсь, смотрю, какие будут ощущения, когда проповедь произносить буду. Храм будет созвониться. В двух уровнях предусмотрен балкон для хора. Высокий храм, высотой с учетом креста 29 метров, рассчитанный на 200-250 молящихся человек. Основное храмовое пространство – это квадрат 12 на 12 метров. Внутри храма, естественно, будет тоже крестильня, небольшая церковная лавка, обычно их называют свечной ящик, кабинет настоятеля. Храм Святой Блаженной Ксении Петербургской возводят на средства благотворителей и прихожан. Люди, сколько жертвуют денежек, переводятся в кирпичи, стоимость кирпича. Ну и в бумажном носителе, кажется, указывается на память с печатью нашей, приходской, сколько они денег внесли и сколько отсюда получается кирпичиков. Здесь каждый вносит на строительство свою посильную лепту. Мы решили никого, денег ни у кого не просить. Что, как говорится, Бог нам дает, мы все тратим на эту стройку. Владыка благословил на озеро, на, так сказать, церковные постройки, которые будут в комплексе. Там, где был котлован и свайное поле под пятиэтажный дом, заложили комплекс с приходским домом. Туда переедут ныне действующая воскресная школа, кружки и студии. Храм обретает красоту, индивидуальность. И редкий день, когда здесь не бывают люди. Они мечтают и воспринимают это строение не как архитектурное сооружение, а как родной дом. Православный приход храма в отдаленном микроионе стал центром духовного притяжения. Сейчас, значит, строительство, так сказать, в гору пошло. Вот, и мы радуемся каждый день. Вот я прохожу мимо, я просто радуюсь, моя душа поет. Работы на храме возобновят с приходом тепла в следующем году. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Тобольское время. Территорию храма Вознесения Господня в Тобольске украсит сиреневый сад. Ранее здесь были временно размещены ели. Теперь на их месте начали высадку кустарников, которые росли вблизи Кремля. Три взрослых сирени уже приживаются на этой земле. На прошлом месте им было тесно. На новой же территории они не только помогают облагородить пространство, но и выполняют особенную миссию. Те самые сирени, которые росли в Кремле, в той самой земле, так сказать, именно оттуда саженцы, мы их размножили. И весной они будут посажены здесь. В Вознесенском храме будет такой сиреневый сад. И, можно сказать, такая определенная духовная, может быть, скажем так, и физическая связь с Кремлем, с нашего Вознесенского храма осуществится. Весной высадка продолжится. К этому времени будет готов еще не один десяток саженцев в Кремлевской сирене. В итоге священнослужители хотят увидеть, как кустарники подрастут и образуют яркий и цветущий сад. Первый уральский детский фестиваль «Сказочный мир» стартовал в Тобольске. Свои лучшие спектакли для юных зрителей и их родителей покажут семь театров кукол из Уральского федерального округа. Открытие состоялось в Тобольском драматическом театре имени Ершова. Подробнее в материале наших корреспондентов. В жизни должно быть место волшебству. Этому учит знаменитая сказка «Щелкунчик». Спектакль Тюменского театра «Кукол» на Тобольской сцене открыл первый уральский театральный фестиваль для детей «Сказочный мир». Его инициатором выступило Тюменское региональное отделение Союза женщин России. «Сказочный мир», мне кажется, так хорошо ложится на абсолютно сказочную историю создания Сибири, творчества, культуры, этнической, вообще такой большой культурологической истории. И мне кажется, что те театры, которые сегодня участвуют, семь театров, которые участвуют у нас в фестивале, все интересные. Культурная программа фестиваля обширна. В нем принимают участие кукольные театры Уральского федерального округа из Челябинска, Кургана, Хантамансийска, Сургута, Озерска, Екатеринбурга и Тюмени. Коллективы с большой творческой биографией, победители конкурсов разного уровня представят юным зрителям спектакли «Цветик-семицветик», «Золушку», «Василису Прекрасную», «Главную сказку Сибири» и другие. Сегодня выяснилось, что мы, оказывается, ни разу не были на гастролях в Тюменской области. И так здорово, что у нас теперь и появилась такая возможность. Буквально сегодня мы пройдем целых 840 километров, чтобы доехать до нашей точки выступления. Это село Армезонское. Мы покажем спектакль «Золотой цыпленок». Спектакль Хантамансийского театра «Кукол» «Золотой цыпленок» увидят также жители Тобольского района. Его покажут в селе Малое Зоркальцево. Образовательная часть фестиваля «Сказочный мир» интересна так же, как и творческая. О том, как вовлечь ребенка в мир искусства, говорили на семинаре «Театр и школа» педагоги и руководители самодеятельных коллективов из Тобольска, Тобольского, Вагайского, Увадского и Ирковского района. Такие семинары пройдут в Ишиме и в Тюмени. Так вот, сегодня это важная часть и деталь нашей программы. Воспитание. Как воспитывать? Не назидая. Есть театр. У театра колоссальные возможности поручения президента создать в каждой школе театр. Замечательное решение. Но ведь надо, чтобы это делали профессионалы. В рамках фестиваля «Сказочный мир» спектакли смогут посмотреть жители отдаленных поселений Тюменской области. Елена Макова, Ярослав Прохоров. Тобольское время. Центр банкротства в Тобольске переехал в новый просторный офис. Теперь он располагается в бизнес-центре Европы на четвертом этаже. Команда профессионалов во главе с предпринимателем Алиной Кузьминой за 4 года помогла решить вопрос с долгами более 500 жителям Тобольска и Тобольского района. Подробности расскажут наши корреспонденты. Подскажите, пожалуйста, какая сумма долга на текущий момент у вас? Решить проблему с долгами помогает Центр банкротства в Тобольске. Команда профессионалов добивается нужного результата для клиентов. Снижает или отменяет платежи по кредитам, обнуляет долги и многое другое. Центр банкротства в Тобольске работает 4 года. За это время команда опытных специалистов освободила от долгов более 500 человек в Тобольске и районе от непосильных долгов. Центр банкротства в Тобольске – это местное предприятие. Руководитель Алина Кузьмина является дипломированным арбитражным управляющим в компании. Уникальность Центра банкротства – это индивидуальный подход к каждому клиенту. Рассрочка оплаты за услуги, быстрое завершение дел и директор арбитражный управляющий. Идеальная репутация в городе Тобольске и Тобольском районе. Компания стремительно растет и улучшает сервис и качество услуг для клиентов. В 2023 году открыли большой и просторный офис в бизнес-центре Европа на четвертом этаже. Так скажем, проценты на то, что все будет положительно. Теперь здесь отдельные кабинеты для консультации, переговоров, зоны отдыха для клиентов и колл-центр. Всех желающих ждут на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Иван, на текущий момент я могу вам предложить записаться на консультацию в офис. Центр банкротства финансово поощряет тех, кто привлекает новых клиентов. Любой человек может заработать, оказав помощь. Первые обладатели денежных подарков уже есть. Мы вас поздравляем с завершением дела. Дарим вам презент за рекомендацию наших услуг. Вот, приходите к нам еще. Очень благодарна. Вы прям спасители моей девочки. Всегда на все вопросы отвечают. И процветание вашему бизнесу. Директор Центра банкротства Алина Кузьмина открыта к диалогу в социальной сети ВКонтакте. Там каждый может задать интересующие вопросы. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко, Тобольское время. Ну а далее прогноз погоды. Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. Как обычно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. QR-код для перехода сейчас на вашем экране. Будьте всегда в курсе всех событий. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова